Окей. Хорошо. Мы говорим о саммите НАТО и Украине. Я вчера довольно подробно посмотрел коммунике, здоровенный документ, подготовленный по итогам саммита, про Украину, отдельный параграф, и все это общие слова. Украина будет членом НАТО, и ПДЧ будет частью этого процесса, но фактически ничего не сдвинулось. На ваш взгляд, вот этот саммит для Украины, это успех или это влез? Ой, вы знаете, тут все зависит от того, в какой партии играет человек. Потому что можно это событие по-разному воспринимать. Я бы посмотрел на это следующим образом. Дело в том, что что касается вступления Украины в НАТО, никто не ожидал, что вчера мы должны были вступить в альянс. Правильно? Правильно. То, что там написано, ну да, конечно, могли бы и ПДЧ предоставить, еще что-то могло получиться. Но что касается военного сотрудничества, все это происходит. Учения происходят, помощь приходит от стран НАТО. Самое главное, самая мощная страна НАТО, Соединенные Штаты, в лице Джозефа Байдена говорит о том, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. То есть, вот это ключевые моменты. А по поводу, почему получился такой саммит, который получился, я так понимаю, что на Западе сейчас занимаются перепозиционированием себя в целом в этом глобальном мире. И смотрят на то, как себя вести с китайцами. И, соответственно, не хотят временно тыкать чем-то горящим факелом по российской морде Миши Российского. И поэтому выбрана такая позиция. То есть, как бы, медведя не драконим, но при этом Украину на съедение не отдают. По-моему, так. Но процесс евроинтеграции, он же продолжается, и никуда мы с него сворачивать вроде как не собираемся. Слушайте, а можете оценить вклад Зеленского в этот процесс движения Украины в сторону НАТО и Евросоюза? Он реально двинул страну в эту сторону? Или он просто продолжает поддерживать то, что Порошенко катанул? Вы знаете, в нашем украинском случае преемственность внешней политики – это уже большой успех. Если так проанализировать метание Украины после обретения независимости, то у нас всегда прозападный, проевропейский, прозападный, проевропейский курс. Теперь мы видим, что Зеленский в части внешней политики ничем не отличается от Петра Алексеевича. Причем, что эти уважаемые господа не особо друг друга любят, уважают, ну и вообще борются за одну булаву вроде как даже до тех пор. Поэтому это круто. Во-первых, я не думаю, что тут ключевая позиция на украинской стороне поля. Все равно решение будет принимать Альянс. И вот она же, эта история исключительно геополитическая. То есть то, что я сказал, вот этот китайский фактор, и, соответственно, это заставляет Запад с Россией немножечко осторожнее действовать. Ну и есть наши западные партнеры, такие как Франция, Германия, у которых экономический оборот с Российской Федерацией значительно больше, чем с той же Украиной. И у них тоже подключается вот это вот чувство. Соответственно, я так понимаю, общий посыл, и вот даже вот Путин, Байден, он как раз и заключается в том, что останавливаемся и не стреляем друг в друга, а дальше посмотрим. По-моему, вот если совсем так упростить, то, по-моему, это выглядит таким образом. Слушайте, ну, по поводу не стреляем. Известно злобность и мстительность кремлевских ребят. Саммит НАТО был, ну, по крайней мере, если судить по итоговому документу, крайне антироссийским. Россия там присутствует, по-моему, в 17 пунктах. Добрым словом, нигде не вспоминается. И тут было сказано, что Украина пойдет таким НАТО. Можно ожидать от Кремля каких-нибудь пакостей в этой связи? Фига в кармане там какая-то возникнет? Дабы показать, кто в доме хозяин. Вы знаете, можно слово «Россия» использовать сколько угодно. Можно два миллиона раз написать, что мы озабочены поведением Российской Федерации. В разных вопросах, там, перемещение границ, кибербезопасность. Ну, вообще, в принципе, на Россию принято вешать всех собак, говорить, что это вселенское зло. Но, опять же, понимаете, вот когда касается сути, вот предоставление Украине плана действия по члену Альянсу, вот это суть. И на это они не пошли. Причем нам, вот тоже, как бы наши западные партнеры, вот эту чушь несут по поводу коррупции. У вас коррупция, поэтому вы не соответствуете вступлению НАТО. Тут понятно лукавство. Лукавство, тем самым они объясняют свое политическое решение. Ведь это как? Ну, что такое НАТО? Это же военная организация для того, чтобы плохие парни, нормальных пацанов, не избивали в подвороте. Если совсем просто. А нам говорят, ребят, вы сначала карманы зашеете, чтобы у вас монеты не высыпались. А потом, возможно, мы этот вопрос рассмотрим. Только с украинской точки зрения, это, конечно, выглядит не очень убедительно. Ну, как бы, нам бы хотелось, чтобы нас в этой подвороте в принципе не убили. Вот. Поэтому, и тут продолжение. Они же точно такой же текст, суть, вывалили и грузинам, и украинцам. Правильно? А сколько было фраз и слов и заявлений о том, что Грузия в части евроатлантической интеграции пошла намного дальше. А решение какое? Оно идентичного. То есть оно ничем не отличается. Поэтому я говорю о том, что это политика, но я не при всех этих раскладах. Я с самого начала начал наш разговор с того, что это такое перепозиционирование. И это не значит, что Украину там бросили, кинули, что мы там не вступим в Альянс. Есть же такие слова замечательного человека, как Байдена, который говорит, что война с Россией, оккупированная территория, это не проблема. А он знает, что он говорит, потому что завтра политическое решение изменится, и они этот вопрос могут прокатать в течение очень короткого времени. И прецеденты такие есть. Поэтому плакать не надо, расстраиваться не надо. Это будет хорошо. Я буду очень удивлен, что если на пути подачей именно Зеленский, который когда вступил в должность, вообще боялся слова НАТО сказать, заведет нас дальше в тех. При нем же мы получили статус особенного партнера, и военное сотрудничество еще углубляется. Кстати, мы же, вот в Украине мало кто знает, но Украина принимает участие во всех НАТОвских миссиях на всей планете. Во всех, в течение очень длительного периода времени, даже после начала боевых действий, мы свою миссию в Ираке не свернули. Да, она символическая, но она есть. Так что дорога эта только в одном направлении. Ну, я спрашивал, возможно ли пакости какие-то от Кремля. Там, я не знаю, обострение ситуации на Донбассе. Вопрос в чем? То, что они, вопрос НАТО как раз вносят в разряд красных линий, вступление Украины и Грузии, надо для Кремля это красная линия. И Писков об этом неоднократно говорил, и Путин. Все об этом неоднократно говорили. Вопрос просто в том, что вот эти вот стоны, возмущения. Владимир Владимирович считает, сколько минут нужно ракетам, чтобы долететь из Харькова до Москвы. Хочется задаться вопросом. Ну, что за бред вы несете, извините, Владимир Владимирович. А почему вы не считаете километры от Вильнюса до Москвы? Или от Варшавы до Москвы? Или от Таллина до Москвы? Местами этот лаг временной и поверхность расстояния, оно одинаково. Поэтому, понимаете, в вопросе отношений Украины и России, отношение, оно не очень удачное. У них же единственный рычаг давления на нас, это боевые действия. И вот эта дуля, они ее в любой момент могут включить. То, что у нас было с этими маневрами месяц назад. Когда там они придумали историю о том, что беспилотник убил ребенка. Потом расследование ОБСЕ сказал, что взрывное устройство отец этого мальчика привел в действие. Они что искали? Они искали повод для войны. Ну, они талантливые эти парни, им не надо как бы что-то придумывать. Вот эта история, конечно, она может в любой момент повториться. Так тут возвращаемся к подворотне. Если мы меряем ситуацию питерскими дворами, но если есть один хулиган, то условным ботаникам, когда они ходят вместе, им точно безопасно. Потому что они хулигану скажут, что чувак, может по отдельности и слабе тебя, но вместе мы дубину вырвем и клыки поправим. Так что в этом же судим. Слушайте, я думаю, что последний вопрос, наверное, на что, по-вашему, откуда такая параноидальная вообще история в отношениях Кремля с НАТО? Почему они все так боятся? За 60 лет муж не обидели. Никто никуда не вторгся, никто никого не застрелил. Понятные задачи. А в кремлевских просто трясет от слова НАТО. В чем причина? Понятно, что они не боятся альянс с точки зрения войны. Очевидно. Если бы было так страшно, то детей бы они туда не отправляли. И это, ну, вообще почему так получается, что страны НАТО, они обычно по уровню жизни значительно живут лучше, чем страны не НАТО. Эта история не о нападении на Россию. Это борьба за пространство. То есть страна, которая вступает в НАТО, она автоматически становится недосягаемой до Кремля. Так же смотрим наши любимые страны Балтии и километры до Москвы оттуда. Они, ну, немножечко возмущаются, называют их маленький кружок русофобов, там, младшие братья, молодонатовцы и другими не очень красивыми словами. Но российский телевизор тот же, он никогда или очень редко угрожает военным вторжением страны Балтии. Почему? Потому что вот эти вот ботаники, пусть она не обижается ни эстонцы, ни латвийцы, ни латыши, но смысл, как раз, заключается именно в этом. Поэтому если Украина вступает в альянс, то есть они же сейчас до сих пор думают, что они смогут отыграть, смогут отыграть назад и остаться не только с разграбленным Донбассом и захваченным Крым, но еще реализовать, да, безумную мечту Путина, Украина нас. А если мы вступаем в НАТО, ну, блин, ну что, до свидания, прощай, Москва, приезжайте в гости, а будете разговаривать про, приедете на танки, гусеницы повырываем, моторы повытягиваем, а танкистов, ну, я мог бы сказать по-другому, но, в общем, они будут прекрасно понимать, что это движение только в одну сторону, обратно никто не поедет, повезут. Хорошо, я вас понял, Роман, спасибо вам.